Программа по росту местного содержания на 2010-2014 годы оказалась результативной для большинства предприятий Павлодарской области. Динамичное развитие получили машиностроительная, горно-металлургическая и нефтегазовая отрасли. За три года павлодарские предприятия освоили свыше 500 миллиардов тенге. С такими данными в регионе подвели итоги работы по росту местного содержания. На конференции с участием представителей малого и среднего бизнеса озвучили новые задачи по увеличению доли местного содержания в закупках товаров и услуг. Это промышленные стиральные машины. Такие в Казахстане выпускаются впервые. Примечательно, что инструкция по управлению всеми автоматическими процессами составлена на государственном языке. К тому же столь необходимое для крупных предприятий промышленно-прачечное оборудование полностью адаптировано под местные климатические условия. Сейчас совместно Казахстанно-германский проект на стадии модернизации и улучшения качественных характеристик. На данный момент идет разработка на 15, 20, 30 килограмм. В дальнейшем есть планы на 50-килограммовые, 100-килограммовые машины, но это уже будет зависеть от развития и потребителя. Павлодарский завод по производству специализированных машин уже успешно выполняет заказы для нефтехимической промышленности. Открытый 4 года назад отечественный производитель сегодня выпускает более 20 видов спецтехники. В год мы можем выпускать от 40 до 50 спецмашин. В месяц сейчас делаем 2-3 машины. По требованию заказчика можем оснасти технику всем необходимым оборудованием. В научно-производственной компании «Свет» могут производить до полутора тысяч видов светодиодных изделий. За короткий срок это предприятие сумело успешно зарекомендовать себя на рынке. Продукция достаточно новая, но уже себя отлично зарекомендовала на ряде предприятий. Такие как Казнергокабель, КСП Стил, город Павлодар, Тенгишевройл и ряд-ряд других предприятий, которые в нашем Казахстане. На данный момент ведем переговоры по освещению города Омск. Это уже третья по счету подобная выставка продукции павлодарских товаропроизводителей. На этот раз она несет главную цель – увеличить долю отечественных товаров в закупках системообразующих предприятий и национальных компаний. Если в этом году было в начале года заключено меморандумом соглашения в целом на 517 миллиардов тенге, то уже конкретных контрактов, договоров на сегодняшний день заключено 472 миллиарда тенге. На этой выставке мы видели предприятия, которые уже производят какую-то продукцию, имеют соответствующие сертификаты качества и уже начинают поставлять на данные проекты свою продукцию. Это очень хорошая тенденция. Но все же у большинства павлодарских производителей пока остается одна проблема – это долгосрочный контрактор с крупнейшими нефтегазовыми компаниями. Уже очень трудно дается им этот рынок. Ербулавич Фармани Кубов из Павлодара.